Всем привет, дорогие зрители! С вами Сергей, это канал Мангус Гейминг. Я рад вас приветствовать, желаю всем хорошего настроения, наслаждайтесь, заваривайте себе чаёк, кофеёк, делайте бутеров, и в ближайшие там 20 минут вас ожидает очень хорошее видео. Сегодняшняя история очень такая, знаете, интересная и очень живая, я бы сказал, в том плане, что очень такая, ну, актуальна в деревнях, вот такая вот тема. Сейчас всё узнаете, ребята, но прежде чем рассказать, прошу вас поставить лайк, подписаться на канал, если вы ещё не подписаны, и вступить в нашу группу ВКонтакте. Поехали! Сегодня мы весёлый молочник, будем работать на цистерне, которая развозит молоко. Ну, я не знаю, я, наверное, отыграю, как именно не просто мы работаем на кого-то, а цистерну мы взяли, чтобы, знаете, подхалтурить. Что у нас получается сегодня? Помните, да, у меня был Иш-Планета, в общем, Иш-Планету я продал, теперь у меня вот такая вот тюнингованная, модненькая семёрочка. Кстати, почему-то всё время у меня попадаются моды с украинскими номерами. Ну, мне прям понравилось это Семёра, ребята, вообще огонь, смотрите, какое литьё. Блин, ну, конечно, Бэпановская ещё бы была, но Бэпановская в деревне, ладно. Подсвечивающийся задний номер, прям Сталинг такой, ребята, вообще огонь, просто тачка, не знаю, прям деревенский колхоз, вот реально деревенский колхоз. А я сижу уже внутри, вот, нам надо доехать, получается, работаю я на платформе, это вот левый, правый угол. Там нас будет ждать, вот, как раз цистерна с молоком, и поедем уже в коровник, а потом через деревню, вот, как раз по новому асфальту, который я положил недавно совсем, вот, и поедем уже, как бы, продавать, продавать это молоко. Вот, ребята, как всё это дело выглядит внутри, давайте заводимся. Я только купил, поэтому не знаю, ребята, что здесь не работает, что работает. Ох, ну так она, резвенько, смотрите, как стартует, омп, а чё это у меня спидометр не работает? Ё-моё, продали мне плохую машинку. Не посмотрел, а спидометр-то не работает. Так, давайте карту включим, а то немножко подлагало, а то без карты как-то не особо удобно. Следы тут кто-то оставил. Да, а вот всё остальное, да, свет, смотрите, работает. Ближний, дальний, да, всё работает. Ну ладно, с ближним поедем. Так, чё тут никого нету, да? Всё, поехали налево. Чё это у меня... А, поворотнички, кстати, работают, интересно. Давайте проверим. Да. Поворотники, всё работает нормально. Хотя бы работают поворотники, давайте вот так вам покажу её. Кстати, смог я настроить руль, наконец-то, для этой игры, теперь я играю на руле. Теперь, видите, руль могу очень плавненько поворачивать, всё так логично. Ой, тут даже значка нету. Ну, ничего. Кстати, мне очень нравится, знаете, как вот эта идея... Оу, ееееееееее... Так, снова на меня кто-то подписался. Время записи видео надо, наверное, отключать, или пусть это такая фишка будет. Пусть это моя фишка будет. Оу, еее на стриме при... Ой, оу, еее на записи видосиков, когда кто-то подписывается. Ничего страшного. Хороший, приятный звук. На самом деле, очень приятно. Всем спасибо, ребята, кто подписался на мой канал. Я стараюсь сделать очень прикольные рпшки. Вот. Ну, как бы, чтобы они живые были. Ну-ка, грязь. Грязь в салон. Так, это здесь техника, на которой я работаю. Что-то мы, знаете... Я в основном на стримах. Вот. А сейчас что-то как-то она стоит, простаивается. Надо, наверное... Знаете, что сделать? Надо не только рп записывать, да, наверное, а ещё, может быть, просто как мы что-то там делаем, убираем. Как вы думаете? Ребята, напишите в комментах, как вы думаете, стоит такое делать. Ну, хотя бы не так часто, но... Чтобы не всегда на стриме, да. Именно видосик там записать, что-нибудь поле убрал там. Закупил какие-нибудь комбайны новые. Ещё что-то такое. Вот. Ну, тоже где-то на минут 20. Так, ребятки, сейчас нам надо налево уходить. Включаем поворотничек. Осматриваемся, чтобы нам тут никого не сбить. Так, здесь свободно. Здесь свободно. Всё нормально. Поехали. Канск, 54 километра. Канск, кстати... Ребята, это карта, если что. Давайте здесь обгоним. Карта села Курай. Находится она в Красноярском крае. Вот так. Едем. Едем, едем. Мы на базу. Это, получается, едем там, где мы... Ну, это всё, где мы... Так, без поворотничка, ладно. Где мы всё работаем. Здесь я тестировал новую асфальт класть. Знаете, немножко, чуть-чуть нового асфальта. Так, вот она, типа, наша база. Вот, это транспортная база. Вот здесь у нас в основном все машины хранятся, лесовозы. Так, давайте я сюда, наверное, припаркуюсь. Вот моё местечко. Подождите, а как тогда будет? Надо вот так вот. А, ну погрузчик, в принципе, развернётся. Не проблема. Погрузчик-то развернётся. Так, выходим с машины. Ну, прям тачка у меня, ребята, огонь. Вы посмотрите, оценили, да? Так, давайте мы её заглушим. Выключим свет. А то, блин, сейчас весь бензин клёвое точило. Прям огонь. Вот, теперь вот она наша цистерночка. Это газ, блин, я не знаю, какой-то газ. В модах 3309, что ли, было. Ну, ребята, если вы знаете, обязательно пишите в комментах. Вот. А вы заметили, кстати, когда мы проезжали, по правой стороне, блин, я вам не сказал. По правой стороне был как раз вот председатель сельсовета на УАЗе Хантер, который я назвал. Это УАЗ Патриот, ребята. Да, я знаю, что это УАЗ Патриот. Ну, там был. Вот, ну, я вот как-то в момент записи чё-то прям мне вот это камуфляжное, камуфляжный скилл, скин, дал как-то вот, знаете, название на Хантер. Почему-то я вот назвал его Хантером, не знаю. После, конечно, записи уже понял, блин, что я чётко лоханулся. Ну, комментов, конечно, было очень много. Серёга это Хантер, Серёга... Ой, Серёга это Патриот, Патриот, видите, я уже начинаю путаться. Поехали, ребята, вот такой у нас замечательный газончик. Вот, кстати, я обожаю такие номера, наконец-то, украинские. Кстати, 16-й регион, это вот что у нас. Смотрите, трава какая мощная, да, через асфальт пробивается. Так, 60 ограничения. Что там у нас? Ну, давайте включим поворотничек. Здесь работает? Нет, здесь, походу, он не работает. Звук есть, да, звук есть, а чё-то визуального внутри салона я не вижу. Ну, ничего страшного. Ничего страшного там нету. Теперь нам надо посмотреть, как мы поедем в коровник, да? Ну, ладно, давайте здесь направо идём, потому что там очень дорога плохая. В своё время я там трактор утопил. Ха-ха-ха. Так, обгоняем, обгоняем. Всё, въехали в... А, это табличка Курай. Нет, мы ещё не въехали в село Курай, это просто так. Стелла, Стелла, что рядышком Курай. Уходим направо. Кстати, газончик очень хорошо управляется. Газончик намного лучше управляется, нежели семёрка. Семёрка вообще бешеная, там газу даёшь, она просто улетает. А здесь вот 47 километров в час, 48. Очень хорошо так идёт. Приятненько. Знаете, сейчас ещё нагрузим, я не знаю. К нему ещё прицеп даётся. Вот, но прицеп я уж не стал ставить, знаете, куда там прицеп-то, господи. Мы сейчас будем продавать-то в деревню. Вот, я думаю, там навряд ли кто у нас будет тоннами брать. А загрузит... Я вот не знаю, сколько он сюда примерно может загрузить. Ну, немного. В общем, сейчас загрузим, зальём молочко. В цистерночку. И поедем тогда уже по деревне всё это дело продавать. Поля-поля у нас здесь. Вот это третье поле. Смотрите, засеяно моё полюшко. Если не ошибаюсь, рожью засеяно. Надо будет всё это убирать. Обязательно надо будет всё это убирать. Мне нравится, что в этом моде ещё, видите, показывается, сколько это объём. Сколько можно сюда загрузить. Вот как раз мы въезжаем сейчас в село Курай. Родное село. Вот. Сейчас в плане, ребятки, знаете что? Ну, Курай она небольшая, так небольшая такая карта. И здесь не размахнуться. Здесь нет заводов. Здесь нет этого. Я сейчас смотрю карту в swap agro. Вот на swap agro, ребята, короче, мы ещё тоже будем записывать. Ну, летсплейчики по ситуации. Там очень много. Там очень большие заводы. Уже идейки есть. Знаете, сделаем постройку завода. Потому что там тоже надо делать бетон. Песок возить на стройку. Будем всем этим заниматься. Очень всё круто. Идей дофига. Вы ещё подсказываете. Вот. Идейки насчёт рпшек. Ну, кстати, опять я вам не показал. Вот с левой стороны сейчас только что вот недавно был председатель сельсовет, который мы на УАЗе по треводе. Вот он. По левой стороне опять забыл вам показать. Вот. Так что идей очень много. Ещё хотел записать сегодня я хлеб, да, вот как я хлеб будем развозить. Но чё-то я не нашёл мода именно на хлеб. Походу придётся брать мод на продукты. То есть не хлеб, а продукты будет. Давайте, ребята, заезжаем к коровам нашим, которые насорили. Коровы, которые насорили. И будем уже заправляться молочком. Давайте вид поменяем. Сделаю вам, чтобы вот так вот красиво было всё это видно. Мне прям он очень нравится. Очень круто выглядит. Так, а где же здесь тогда молоко? Вот тут, наверное. О, нет. Там постоянно. О, как круто. Так. Ручная продажа молока. Нет. Продажа нам не нужна. Нам продажа не нужна. Давайте объезжать это дело. А, блин, сбил. Бинго. Не, не бинго, страйк. Страйк нафиг. Ой, как они все раскатились-то. Ядрит, Мадрит. Так, стагомётик остался стоять. С прошлого раза ещё. Да, где же здесь погрузочка? Давайте искать погрузку молока. Я пока не вижу, но мне кажется, подсказывает мне, что это где-то здесь. Вон, вон коровки. Му-му-му-му-му. А сколько корова даёт? Ни хрена себе тут грязь. Что-то мне прям, знаете, как-то... Я что-то особым желанием не горю так. Нырять сюда. Давайте вот по этой проедем части. Главное не провалиться. Я же тут прям на дно уйду нафиг. Кто меня вытаскивать-то будет? Вот оно, молоко. Так, надеюсь, мы сможем как-то прис... Я не знаю, как оно, ребята, будет сюда наливаться. Кстати, молоком на ферме первый раз в жизни занимаюсь. Вот даже странно, да? Смотрите, на стримах не было. Вот именно на РП-ситуации решил всё это дело сделать. Так, давайте открываем меню. А, наполнить грузовик. Всё. Ну давайте, ладно. Чтобы сделать как-то более так реалистично, я поближе подъеду. Главное не застрять. Давайте, наполняем. Эх, жалко, он никакой шланг не подцепляет. Есть такие моды. О, можно бочку открыть? Ну давайте, хотя бы бочку откроем. Вот, откроем хотя бы бочку, чтобы она наполнялась визуально. Смотрите, у нас тонн 5, наверное, войдёт. Ну что, поехали. Всё. Получается, заправились. Поехали в деревню продавать. Как раз я же новый асфальт покажу, который мы положили. Если кто не видел предыдущий РП по укладке асфальта. Кстати, да, мне там в комментах ещё написали то, что... А можно увеличить длину, ну ширину точнее. Ширину можно увеличить. Асфальт у укладчика. Ещё там чего-то можно сделать. Поднять, упустить его. В общем, это прикольно. Ещё какой-нибудь сделаем, знаете. Но, жаль, на этой карте нельзя песок возить. То есть, песок можно будет на свапагер возить на следующей карте. Там, может быть, тоже что-нибудь такое устроим. Найду ещё, может быть, каток. Чтобы каток был. Ну, как-то более так. Так что, ещё займёмся. Тоже снимем заново, может быть. Ну, как бы, другую создадим. Ничего страшного, я думаю, в этом нет. Потому что меня, ребята, вот я тут сделал. Помощь бабушке дров, да? Мы на этом... Наколупали, на... Пилили ей сделали. А ребята просят, давай, типа, ты всем в деревне будешь так понемножку привозить. Да? Я вроде даже не рассчитывал, чтобы второе сделать. А тут говорят вот так вот. Ну, всё. Мы сейчас въезжаем в деревню с этой стороны. У нас ещё, кстати, есть... Вы не думайте, что это здесь только одна деревня. Есть вот где мокрый ельник. Там вторая часть деревни. Но это, как бы, получается уже не Кураевская деревня. Сейчас мы будем предлагать молоко, ребята. Так. Ну, здесь корову есть. Здесь есть коровы. Я думаю, тут вообще без вариантов. Тут коровы есть. Здесь мы не продадим наше молочко. Так, давайте искать другие дома. Где можно это сделать. Вот здесь очень богатая семья. Мы, помните, с вами приезжали, да? Здесь разные машины. Давайте к ним подъедем. К ним сейчас подъедем. Мы так остановимся, спросим, может им молочко надо. Потому что... Ну, домик у них, честно, небогато выглядит, да? Знаете, домик такой небогатый. Но, может быть, им молоко нужно. Сейчас подойдем, спросим. Так, семерочек стоит. Где тут дверка? Собаки, главное, чтобы не укусили. Где дверка-то, елка? Домик без дверей какой-то странный. А, вот она. Давайте. Тук-тук, тук-тук. Вам молоко надо? Они такие, почем? Ну, сколько у нас сейчас молоко? Давайте представим. Ну, в пакетах стоит литр по 50 рублей. Вот у нас в московском регионе среднем. Ну, давайте по 20. По 20? По 20 давайте. Ну, все, видите, по 20 сейчас у меня заберут. Давайте по 20 заберут. Конечно, хотелось бы, может быть, другого человека, чтобы отвечал. Ну, ребята, давайте представим, что они нам ответили. И мы сейчас им... Только я вот не знаю, как это дело продать, да? А, ну, давайте. Типа мы просто, если получится, слить его, да? Нет, слить, наверное, не получится. Да, слить, наверное, не получится. Бля, жалко. Знаете, ничего такого нету, чтобы как-то продать это молоко. Ну, хотя бы здесь. Есть, видимо, здесь есть молокозавод, да? Да, 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 есть молокозавод. Вот. Но у нас сегодня не про молокозавод. Вот. Мы сейчас, типа, именно барыжим. Именно барыжим молочком. Ну, давайте, типа, они вот так вот. То есть я даже не буду сливать. Сейчас мы к ним подъедем, они, типа, бидончиком. Потому что у нас... Давайте представим, что машина не полная, а там, ну, сколько людям надо, да? Там, по литров 10, там, 20 максимум молочка. Так что давайте, типа, мы открываем бочечку, вот так вот. И они у нас забирают это молочко. У нас, кстати, сертификаты есть. Смотрите, РСТ, прям красота. Вот. Если бы мы на молокозавод возили, то да, там бы всё это. Так, ну чего, давайте, ребятки, ведро несите, я вам зачерпну. О, всё, поехали. Забрали. Всё, поехали дальше смотреть, что здесь будет у нас. А может потом мы это, знаете... Всё, я понял, мы сейчас сделаем так. Мы сейчас продадим кому можем. Вот здесь тоже надо заехать. Тоже заехать. А у них закрытый, видите, не зайдёшь. Сюда мы не зайдём. Сюда мы не зайдём с вами. Вот тоже, как у председателя машины. А, подождите, наверное, председатель здесь, да, стоит? Да, 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 да. Всё, председатель, видимо, здесь. Я вам сказал, что... Вот она, эта машинка. Во! Новый асфальт. Смотрите, какая красота. А вот сюда нельзя это делать? Вот тут. Ну-ка. Не-не-не. Всё, тут только вода. Так, здесь тоже закрыто. Ой-ой-ой, люди, тихо-тихо. Вам молоко не надо, кстати, никому? Никому, ребята, молоко не надо? Забирайте, если чё. Куда подъеду? Подъеду, куда надо? Куда надо произойти? Ямы так и не залатали у нас. Это Россия, детка. Ямы латать не умеют. Ну чё, всё закрыто-то, никому. Никому не подъехать. Где хоть открытые дома-то есть? Нет, чё-то тут очень мало открытых домов. Очень мало. Куда же мне придется-то? Чё-то бизнес, походу, прогорает. Ребята, бизнес прогорает. Я не могу никому продать. Одна закупка только. Ну чё, они у всех открытые... Ой, закрытые. Говороза, а так открытых нельзя получается? Блин. Ну вот это хороший домик, мне кажется. О! Я, походу, чё-то вижу. Нет. О, весёлый малышник совсем не весёлый. Я не могу продать. О, председатель делал асфальт. Так всё и побросал. Ладно, ладно. Я вам это припомню. Никто молочка не хочет. Вы не хотите молока? А? Я смотрю, у вас такой... У вас прикольный. Вам определённо нужно молоко. Я прям чувствую. Как к вам забраться? Ну пусть... Ни хрена себе прижёк! Да ладно! Вот это да, ребята! Ну-ка! Всё, я понял. Нормально. В нагляк пойдём. В нагляк. Где у них дверь? Странная дверь. 130-й зилок стоит. О! Баня! Баня, 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 дровишечки. Так. Где вход? По идее, да. Вот тут полисадник такой. Странно. Где уже у них вход? Ладно. Я понял. Теперь мы сможем перескакивать через забор. Блин, они все деревенские. Молоко не хотят покупать. Давайте. Ладно. Вот это у нас будет дверка такая. Тук-тук-тук-тук. Молочко. Весёлый молочник. Что за женщина здесь? Молоко вам надо? Ну давайте литров 20. Ну всё, хорошо. 20 литров сейчас сделаем. Только вы выйдите, у вас тут ворота закрыты. Давайте. Я вам сейчас бочку открою. Вот так поближе к воротам сделаю. Опа. Давайте. Забирайте, зачёрпывайте. Да нет, давайте мне ведро, а я зачерпну. Так, давайте мне ведёрко. Я вам зачерпну. Так вот. Оп. Вып. Во, нате, забирайте. Всё. Забирайте. Мы поехали дальше. Закрываем бочечки. Вот, ребята, вижу многоэтажку. Мне кажется, многоэтажки у них коров нету. Здесь и деревенские, и фиг кто чё купит. Вот. А в многоэтажках, я думаю, купят. О! Тоже открыто. Так, надо заехать. Надо заехать. Сейчас будем заезжать. Весёлый молочник снова повеселел. Мы до... Так, коров нету? Я первым делом смотрю, чтобы коров нету. Оглядываемся. Агент Джеймс Бонд. Так, сено вижу. Но сено, это не факт, что коровы. Может, они сеном занимаются. Так, коров не вижу. Либо пасутся. Ай, блин. Да ё-моё. А может, она не телится. Ой, может, она не даёт молоко. Давайте спросим. Она пока что одна. Тук-тук-тук. А молочко не надо. Никого. Никого. Ну, тут ладно. Тут корова есть. Ну, вот она у них вторая, наверное, корова. Да. Так что... Знаете, навряд ли тут что купят. Поехали дальше. Сейчас доедем до... О, продукты. У них, наверное, своё молоко. Это точно надо, походу, ребята, отключить. Ой, я не нашёл будку хлеб. Смотрите, какая вот... Вот почему, ребята, если вы найдёте мод с будкой хлеб для FS17, обязательно скиньте в комментах. Вот реально, чтобы хлеб был. Вот я удивляюсь, столько модов, и ни у одного нету хлеба. Блин, я бы прям на ней что-нибудь повозил. Тут, смотрите, какая пекарня булочка. Прям красота. Так, ладно, у нас задание провести молоко. Сейчас мы здесь заедем. Вот сюда. Ну, а в конце тогда мы поедем на молокозавод, и всё дело это выгрузим, которое... Давайте... А как? Подождите, подождите. Там же... Ой, я неправильно сделал. Блин. Я неправильно. Обычно, когда молоко же там, помните, они же гудят, типа. Давайте посигналим. Надо было в деревне тоже сигналить. Я думаю, все помнят, кто... Я не знаю, сейчас в нынешнее время, наверное, уже не возят так молоко, но вот раньше... Так, женщина, ты что делаешь? Ты что, прошла сквозь машину? Обалдела, что ли, с таким лицом? Давайте посигналим. Они сейчас сами ко мне выйдут. Сейчас будут сами выходить. Вон они, видите уже? Вот-вот-вот, давайте мы представим. Вот, давайте мы представим, что эти люди, это все вот как раз пришли ко мне. Давайте, ребята, молочко по 20 рублей литр. По 20 рублей литр, давайте. Налетай. Так, забыл-ка это открыть. Сейчас, ребята, вам открою. Вот он, хватит. Давайте, ребята, каждому по скоку вам. Всем по 10 литров, давайте. Оп, ведерочки, так давайте, давайте, сливайте, подавайте каждый по одному. Так, ребята, ну естественно, здесь надо включить воображение. Вы понимаете? О, а вот этот без воображения. Так, мужик, тебе молоко надо? По 20 рублей-то, давай. Да хрена, да ты там напил больше. Ну-ка на, на тебе молоко, давай, бабкин. О, молодец. Все, закрываемся. Закрываемся и поехали дальше. Ну, деревню мы с вами проехали. Ну, видите, тут не особо так получается, как бы, продавать. В смысле того, что это, даже слить молоко нельзя. Если бы можно было слить, я бы хотя бы его, это, слил. Ну, вот как смог, ребята, так вам представил. Если вам понравилась такая тема, чтобы вот, ну, вот, хотя бы так, я просто отыграл, как бы, идею, да, того, чтобы как продать, вы обязательно ставьте лайкосик, пишите комменты, понравилось вам или нет. Сейчас мы едем на молокозавод, и как бы, наша халтура на этом закончилась. Вот, и, ну, отвезем, естественно, все назад, что мы не продали. Вот, и то все это дело отвезем. Вот, и по вашим лайкосикам, по вашим комментам, я пойму, нравится ли вам, вот, как бы, такая ситуация, когда мы, как бы, просто сами все это дело воображаем. Вот, точнее, я воображаю, а вам это все предоставляю. То есть, как бы, я поверил в это, и вы должны поверить. Вот, если вам так нравится, то мы будем что-то, я не знаю, можно что-то еще даже... Ну, вот, с дровами как-то все это дело попроще, да? Там хотя бы визуально видно, что мы дрова выгружаем. Там хотя бы, ладно, пусть людей не видно. Я говорю, если вам вообще вот такая идея нравится, то, как бы, сообщите мне об этом, мне будет интересно узнать ваше мнение. Вот, и смотрите, что получается, все-таки, как я вам говорил, когда он наполнится, он уже так хорошо ехать не будет. Вот, смотрите, да, 33 километра немножко в горочку поднимаемся. Уже явно, явно, ребят, тяжко, тяжко, тяжело. Но выглядит, мне прям очень нравится. Прям вот этот мод на молоко, вообще очень круто. Если кто, как я говорил, найдет мод на хлеб, то скиньте обязательно, ребят, обязательно мне. Может быть, у кого приватный есть, я не знаю. Может быть, кто сделать сможет. Обязательно скиньте мне, ребят, я буду очень вам благодарен. Вот, на 17-ю ферму именно, я прям буду счастлив. Будет у нас не только веселый молочник, но еще и веселый хлебовозик. И также, как я и вам говорил, если вам будет интересно, просто работа там в полях с животными тоже пишите в комментах. Прям я все читаю. Не думайте, что я там, если вам не ответил, да, то я вас не прочитал. Нет, я все комменты читаю. Мне потому что это очень интересно, как к такому развивающемуся каналу. Знаете, мне интересно мнение зрителей, в каком мне течении вообще двигаться. Да, я сейчас понимаю, что РПшки заходят. Но вот я сделал сегодня РП такую без визуализации. То есть, как бы просто с идеей. И вот так вот я ее реализовал. Ну, реализовал, как я ее сам увидел. Вот так вот. Давайте, выезжаем на трассу. Поворотник включил. Все нормально. Трактор кто-то бросил. Ну, тут СТО. Тут они на ремонт, ребята, стоят. Видите, там... Ну, ладно, не будем нарушать. Тихо, тихо, тихо. Не будем нарушать. Давайте поедем в потоке. Такой вот у нас поток. Ну, трафик, правда. Не сказать бы, что... Похожий, да? Трафик, я так понимаю, надо ставить какой-то отдельный там трафик есть. Чтобы прям чисто машины были такие российские. Ну, вот он наш молокозавод, ребята. Давайте поворачиваем к молокозаводу. А вот здесь уже интересно, где нам разгрузиться. Молокозавод. Надеюсь, он не... А, ну 10 часов он не будет закрыт. Куда нам подъезжать? Где разгрузочка? Так, наверное, на сам. Спасибо, что открыли. Побибикую вам. Побибикую. Так, вот, вижу разгрузку. Ребята, тут такие объемы. Тут такие цистерны. Я со своей такой подъехал. Маленькой-маленькой. Ага, вот она наша. Есть, я знаю, цистерна есть такая. Коттемилк, если не ошибаюсь. Вот она будет шланг кидать. А этот шланг не кидает. Ну, и фиг с ним, да? Зато это советская техника. Ну, российская такая. Мне она очень нравится. Давайте, ребята, начать перекачку молока. Ну, вот такое вот, ребятки, получилось РП. Давайте глушим двигатель. Если вам понравилось, обязательно ставьте лайкосик. Пишите комменты. Все обязательно прочитаю. Пишите, опять же, свои идейки. Подписывайтесь на канал. Вступайте в нашу группу ВКонтакте. Спасибо вам за просмотр. Хорошего настроения. И всем пока-пока.